Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Состоялось 85-е очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. Предлагается назначить очередные выборы депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области. Глава муниципалитета провел бизнес завтра. У нас сейчас есть 64 инвестиционных проекта на общую сумму почти 24 миллиарда рублей. В округе проводится работа в отношении инвестициональных торговых объектов. Мы связались с собственником данного НТО и ему было предложено демонтировать данный объект. В администрации муниципалитета состоялось 85-е очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. Центральными пунктами повестки стали вопросы о внесении изменений в решение Совета депутатов, об утверждении схемы многомандатных округов для проведения выборов Совета депутатов округа и о назначении даты выборов. Еще в конце прошлого года народные избранники утвердили новую систему муниципальных выборов. Если раньше все 30 депутатов избирались по одномандатным избирательным округам, то теперь муниципалитет будет поделен на 6 округов, на каждом из которых по итогам голосования определят 5 победителей. На нынешнем заседании утвердили поправки в это решение. Избирательная комиссия устранила ряд технических неточностей. Просим Совет депутатов внести изменения в решение Совета депутатов Ленинского городского округа 14 марта номер 80-4, изложить переложение 1 в представленной новой редакции. Все корректировки по адресам и устранению ошибок в комментариях были направлены в Совет депутатов. Напомним, что подобная выборная система уже действует во многих городских округах Московской области. Внесение поправок народные избранники утвердили большинством голосов. Председатель Совета депутатов Станислав Радченко доложил о дате проведения выборов в муниципальный совет депутатов. Днем голосования на выборах у нас является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов Совета депутатов. Проект решения у вас, коллеги, на руках. И настоящим решением предлагается назначить очередные выборы депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области на 8 сентября 2024 года. Решение о назначении даты выборов депутаты приняли единогласно. Встреча с предпринимателями неизменно входит в рабочий график главы Ленинского городского округа. На очередном бизнес-завтраке предприниматели, ведущие свою деятельность на территории муниципалитета, имели возможность пообщаться со Станиславом Катаровым, а также с прокурором Московской области Сергеем Забатурином. Несмотря на то, что выглядит это как обычное совещание, на самом деле бизнес-завтраки главы Ленинского городского округа Станислава Катарова это скорее разговор по душам, когда у всех участников встречи есть возможность в неформальной обстановке обсудить интересующие темы. На этот раз гостем мероприятия стал прокурор Московской области Сергей Забатурин. В начале совещания глава муниципалитета ознакомил его с состоянием дел в округе. У нас сейчас действует 64 инвестиционных проекта на общую сумму почти 24 миллиарда рублей. Если в прошлом году мы только за счет этих 11 инвестпроектов ввели и получили 1700 новых рабочих мест, то за счет 64 инвестпроектов почти 5,5 тысяч новых рабочих мест мы получим. За сухими цифрами кроется отличная тенденция развития муниципалитета. Несмотря на санкции, бизнес в округе чувствует себя хорошо. Растет количество предприятий, увеличивается бюджет и налоговые поступления. Также в пользу свободы предпринимательской деятельности работает мораторий на проверки, которые действуют сейчас по всей стране. В настоящее время на территории Московской области реализуется запрет на проведение проверок в отношении малого бюджета. Плановые проверки субъектов малого и среднего предпринимательства не осуществляются вовсе. Внеплановые проверки возможны лишь для организаций, которые занимаются высокорисковой деятельностью. То есть там, где есть фактор угрозы жизни, здоровью населения, проведения каких-то техногенных аварий. В ходе встречи, которая продолжалась более часа, обсудили широкий спектр актуальных вопросов. Налоговые изменения, меры поддержки на муниципальном уровне, а также волнующие многих строительство Южной Латкаринской автодороги. Нынешнее строительство – это автодорога Южная. Поясните, в каком сроке завершения и нынешнее, в каком этапе строительства. Прямой ход по дороге будет открыт до конца 2024 года, то есть уже в этом году. Значит, съезды одной из самых сложных мероприятий, которые необходимо будет делать, это 1926-1927 год, они будут завершены тоже. В этих же сроках будут завершены и создание герметок, и, соответственно, создание всех очистительных сооружений. Бизнес-завтраки главы муниципалитета Станислава Катарова проводятся на постоянной основе. Дмитрий Книга, Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 14 лет – особенный возраст для каждого жителя страны. Именно тогда он получает свой первый паспорт. Традиционную торжественную церемонию провели в рамках акции «Мы – граждане России» в администрации округа. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров вручил пятерым школьникам первые в их жизни паспорта гражданина Российской Федерации. Этот документ символизирует и гражданскую принадлежность, и готовность войти во взрослую жизнь. Паспорт – это не только новые возможности, но и новые обязанности. Я желаю нашим ребятам успехов, всего самого доброго, чтобы у них все получалось, чтобы они родители радовали и, конечно же, добивались огромных успехов. Волнение, радость и гордость – весь спектр эмоций испытали ребята, получившие свои первые паспорта. Теперь перед ними открываются новые возможности взрослой жизни – путешествовать, вступать в молодежные общественные организации. Теперь я счастлива, что у меня появился паспорт, то, что я могу исполнять, то, что хочу сделать банковскую карту свою, собственно говоря, пойти работать и многое всего получить. Уже по традиции ребята приходят на церемонию вручения паспортов всей семьей. Каждому ребенку важно чувствовать поддержку в самые радостные дни и услышать теплые слова от родных. Мирного неба над головой. И чтобы у них счастье было в будущем. Поступили учиться, доучились в школе хорошо. И радовали родителей. Торжественное вручение паспорта – это важное событие, которое помогает юному гражданину осознать свою связь со страной, ее культурным и историческим наследием. Поэтому особое внимание в округе уделяют воспитательным и молодежным проектам. Хочу тебе вручить вот такую обложку от «Движения первых», чтобы ты всегда, каждый день смотрел на нее и помнил важные слова. Быть первым трудно, но не быть труднее. Этот день для ребят, без сомнения, станет отправной точкой к новым достижениям и возможностям. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На базе Лопатинской школы уже не первый год функционирует детский оздоровительный лагерь. Убедились в том, что дети отдыхают комфортно, безопасно и познавательно. Депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Алена Какоева и наша съемочная группа. Детский летний лагерь «Альтаир» на базе Лопатинской школы в этом году посещают 150 ребят в возрасте от 7 до 15 лет. Всего 5 отрядов. Для каждого свой класс, где у школьников проходят занятия. Утром мы встречаем деток в 8 часов утра. И далее у нас идет линейка построения на линейку. Далее зарядка. Утром завтрак. И далее начинаются доп. образования. Дополнительные занятия идут с 9 до половины 12. В лагере работают пять кружков разных направлений. Основной принцип – смена деятельности. Спортивные мероприятия чередуются с творческими. После чтения – музыкальные занятия и интеллектуальные викторины. Мне нравится в лагере, потому что у нас есть игровые площадки. Нас выводят на улицу. Мы играем на улице, в спортивном зале. Сейчас мы узнали, что помощи телефона у нас сил становится меньше. И не зря нам говорят родители, что меньше телефон надо пялиться. Поэтому я говорю, что все жители города меньше пользовались телефонами, планшетами, компьютерами и другой техникой. Ангелина Парсегова уже второй год проводит первый месяц своих каникул в пришкольном лагере. Девочке особенно интересное занятие по декоративно-прикладному творчеству. Очень нравится, потому что добрые вожаты нас вкусно кормят, устраивают конкурсы. Мы там лепим, рисуем. Поэтому мне очень нравится в лагере. Досуг в летнем лагере дневного пребывания насыщен увлекательными экскурсиями и приятными встречами с интересными людьми. Приезжает или видовская библиотека к нам приезжала, и музеи к нам, и театральные постановки, и 3D-фильмы и так далее. То есть мы ездим на экскурсии постоянно. Деткам есть чем заняться. Побывала в Альтаире и проверила качество отдыха детей депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Алена Какоева. Мне посчастливилось 4 года подряд принимать участие в комиссии к приемке лагерей, к учебному году, а именно к летнему оздоровительному периоду. И все документы, педагоги всегда подбираются очень тщательно. Смена продлится до 9 июля, и за это время мальчишки и девчонки, несомненно, смогут получить заряд бодрости и хорошего настроения на следующий учебный год. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. На очередной выездной администрации глава Ленинского городского округа Станислав Катаров дал поручение разобраться в ситуации с нестационарным торговым объектом на Жуковском проезде. В ходе проверки было установлено, что у собственника истек срок действия договора на право размещения палатки. По условиям владелец обязан демонтировать объект за свой счет. Мы связались с собственником данного НТО, и ему было предложено демонтировать данный объект, на что собственник пошел. И сейчас мы с вами можем наблюдать о том, что объект демонтируется, и в скором времени здесь будет свободная площадка. В настоящее время на территории Ленинского городского округа проводят инвентаризацию всех торговых объектов. В случае окончания срока действия договора или незаконного размещения построек, собственникам будет направлено уведомление о добровольном сносе объектов. В случае отказа демонтаж будет осуществлен принудительно. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.